Вячеслав Иванович, сегодня в преддверии съезда С какими мыслями вы подходите, что бы вы хотели отметить Насколько возрос потенциал наших общественников, наших людей Насколько реализованы задачи, которые ставил предыдущий съезд Наша ассоциация работает в тех условиях, которые определяют нас в окружающей действительности И мы постоянно пытаемся найти ответы на те вызовы, которые нам ставят Понятно, есть некие объективные сложности, связанные с удаленностью наших мест Связанные в любом случае с более низким социальным уровнем жизни наших народов Представители, которые проживают в местах традиционной хозяйственной деятельности И это все объективно ставит те сложности, которые постоянно с ассоциация ставит Это помимо другой объективной задачи, которая всегда была изначально Это вопрос сохранения этнической идентичности наших народов Это сохранение языка, культуры И оно действительно всегда не снимается с повестки, оно всегда актуально Если суммировать основные вопросы, те вызовы наиболее, которые выпукло, наверное, проявились в последние пятилетия Прошедших с предыдущего нашего съезда Наверное, выделю ряд таких моментов Первый момент — это вопросы, связанные со стандартизацией образования Это введение новых ФГОС привело к тому, что, к сожалению, в системе образования наметились тенденции сокращения часов на изучение родных языков, родной литературы В результате мы наблюдаем общие такие негативные тенденции, которые и так не очень хорошего состояния наших языков усложняют нам задачу сохранения языка и культуры И это еще накладывается с другой тенденцией Это с тенденцией дальнейшей глобализации, проявляющейся именно в более широком внедрении новых технологий, интернета, мобильной связи в места нашего проживания Которые приводят к очень быстрому вымыванию языка как средства общения именно среди детей и молодого поколения наших народов Это приводит к тому, что даже в тех местах, где у нас еще язык оставался, хотя бы у молодого поколения, таких мест совсем у нас мало Даже там мы сейчас наблюдаем очень резкое ухудшение ситуации И вот это вот как бы наслаивает друг на друга, приводит к тому, что ситуация с функционером наших языков резко обострилась Это несмотря на то, что, казалось бы, у нас есть те достижения, о которых мы говорим С одной стороны, вроде бы у нас система образования, языки изучаются, но количество часов, как я уже сказал, сократилось Да, у нас вроде бы есть средства массовой информации, вот ваша студия работает, продолжает газеты Илкен Открылся портал Илкен на наших языках Да, у нас издаются достаточно много пособий, книг, литература на родных языках И здесь мы тоже можем сказать, что вроде бы есть определенные достижения Но вот то положительное, которое мы достигаем, оно как будто бы не успевает за тем негативным, которое происходит Мы все равно продолжаем просто констатировать тот факт, что количество носителей языка, количество людей, разговаривающих друг с другом на родном языке, все меньше и меньше На сегодняшний момент мы можем говорить о том, что у нас сохранилось фактически только два места функционирования наших языков Это село Березовка и село Сибенкель, это ивенский язык Даже в Виенгрии уже из обычного обиходного обращения ивенкий язык уже ушел Он сохраняется в обращениях только старшего поколения К сожалению, это один за другим мы наблюдаем, как даже за прошедшее пятилетие мы просто наблюдаем, что фактически осталось только два места, где язык еще жив Это первая тенденция Вот на этот вызов мы должны найти какой-то ответ Поэтому в рамках съезда большой у нас проходят параллельные мероприятия, съезд учителей родных языков, где будут обсуждаться эти вопросы, где мы будем ставить новые задачи Как сделать так, чтобы наши языки были конкурентоспособны и функционировали дальше Соответственно, я надеюсь, будет создана структура ассоциации учителей родных языков нашей республики Которая, наверное, будет акцентировать внимание на сохранение языкового образования и функционирование языка в системе образования Республики Саха-Якутия Вторая тенденция Расширяется промышленное освоение Здесь есть тоже вроде бы позитивные какие-то изменения Да, у нас стала обычной практикой экологическая экспертиза Да, у нас функционирует территория традиционного природопользования Но вот в этих словах функционирует и обыденность Как раз и прячется тоже очень такая опасность Как бы за этой обыденностью не потерялись наши люди Оленеводы, охотники, рыбаки Потому что на сегодняшний момент мы наблюдаем две тенденции Первая тенденция — расширение промышленной экспансии И оно вызывает нашу тревогу Да, вроде бы есть, выплачиваются компенсации Да, вроде бы соглашение подписывается и так далее Но с другой стороны Пространство жизнедеятельности наших традиционных отраслей Оно сокращается Очень серьезно это ударяет также и по авторитету Самих традиционных отраслей То есть теряется один из тех Я не знаю, это можно назвать было в свое время плюсом Потому что оно позволяло сохранять языки и культуру Теряется так называемая изолированность наших территорий С приходом промышленников, конечно, улучшаются дороги, связь и так далее Но от оборотной стороны они подвергаются и большей ассимиляции Другой аспект здесь Что в сравнении с заработной платой промышленников Понятно, что заработная плата наших работников традиционных отраслей проигрывает Она крайне оказывается низкой И это очень становится серьезным вызовом Потому что молодежь это видит И они уже не хотят идти Мы и так всегда и на прошлом съезде говорили, что идет старение, оленеводство и так далее Это даже в условиях изолированности было А сейчас, когда это уже практически у нас мало осталось изолированных мест Это еще хуже Вторая тенденция, конечно, то ухудшается экология Ухудшаются очень многие моменты нашего традиционного природопользования Есть еще одно, то, что очень болезненно сказывается на нашей общине и так далее Наши общины видят, что есть другие сферы В которых они могут себя реализовывать И, к сожалению, что оленеводство, что охот промыслы, что рыболовство Они продолжают в этих условиях не выдерживать конкуренцию И третья тенденция Вот в этой же аспекте Усиливается наступление на права наших народов На традиционную охоту, рыбалку Все больше случаев уголовного преследования Все больше случаев, когда наших людей объявляют браконьерами И это вроде бы несмотря на декларацию о возможности Или о праве наших представителей заниматься рыбалкой и охотой Для сохранения и введения традиционного образа жизни Вот это противоречие, которое очень сложно Очень сложно понять, когда за добычу, например, одной несанкционированной добычей Одного муксуна, вся штраф на уровне 70 тысяч рублей Это для физического лица В то время как наши крупные промышленные компании платят штрафы Вообще загрязнение наших рек, озер и так далее На уровне 18-20 тысяч рублей Когда гораздо большее количество рыбы уничтожается Здесь очень непонятно, почему вдруг акценты на так называемые репрессивные меры Так сильно разнятся между физическими лицами и промышленными, юридическими лицами Между промышленными компаниями К сожалению, именно наши места оказываются наиболее богатыми этим природными ресурсами Третий момент Это социальное положение Социальное положение коренных малочисленных народов Севера Изначально, с самого начала, когда в конце 80-х годов наши народы подняли свой голос И началось общественное движение наших народов Главная задача была поднять их уровень Почему все законодательства принималось И почему выделены были коренные малочисленные народы Севера Потому что их уровень жизни был гораздо ниже, чем тех же наших соседей Которые проживали совместно с нами Ситуация не изменилась Прошло уже почти 40 лет нашему движению И на сегодняшний день мы видим Несколько таких очень Моментов, которые вызывают беспокойство Есть категории населения, которые дошли до крайней точки Ну, можно сказать, уже обнищания И возможность реабилитироваться и подняться Как-то заново начать свою жизнь Практически становится невозможной Это в связи с тем, что и техника, которая сейчас применяется Те же самые моторы, снегоходы Они сейчас стоят за облачных цен И если человек, ну, к примеру, в силу разных обстоятельств Потерял их, или они сломались, или он их пропил Он уже практически не сможет это приобрести Принципиально решить эту проблему пока не удалось Вот это, скажем, вот эти вот те три тенденции С которые нам предстоит бороться Кто-то скажет, а вообще возможно ли это изменить Эту ситуацию Конечно, республика предпринимает Какие-то определенные шаги И ряд шагов достижений уже было И нам бы хотелось бы их закрепить Например, я сказал о том, что мало людей Мало молодых ребят, которые идут в оленеводство Достижением нашей республики была программа «Молодой оленевод» Поддержка именно обеспечением жильем Молодых оленеводов, их семей Мы рады тем, что эта программа в свое время была принята В силу ряда обстоятельств на этот год был перерыв На следующий год она опять продолжается Мы ставим вопрос в дальнейшем Чтобы у нас была поддержка охотничьих хозяйств В сфере именно закрепления своих охот угодий Это у нас два года действовало Сейчас она приостановлена Мы также ставим, что необходимо продолжить эту политику Продолжается поддержка оленеводческих хозяйств Вот выплаты Кто-то называет это заработной платой Кто-то называет это субсидией на ведение оленеводства Кто-то это называет субсидием на поголовье Но мы один из немногих субъектов Которые поддерживают оленеводство таким образом И оленеводы имеют гарантированный минимум заработной платы Я напоминаю, что это не только вот это Это как бы минимум, которому оленеводы своей деятельностью должны плюс Также добавлять еще какие-то свои доходы к этому С точки зрения языка и культуры Есть, мы продолжаем об этом говорить Определенные сдвиги в этом плане В прошедшем году мы заключили соглашение с компанией Allros На реализацию наших инициатив, общественных инициатив На поддержку именно языка и культуры народов Север Потому что того государственного финансирования, которое есть, его недостаточно В первую очередь мы сейчас поддерживаем те проекты, которые идут именно от самих людей Где есть активисты, которые готовы работать, которые готовы реализовывать их То есть не в общем размыто по всем местам и так далее А именно там, где готовы и где есть люди, которые что-то делают Есть договоренность с компанией Allros Что эта программа будет у нас как минимум на 5 лет Ежегодно она будет реализовываться И я надеюсь, что это будет такой очень хороший задел В том, чтобы мы могли поддерживать общественные инициативы, связанные с языками Другой момент Да, мы вроде бы теряли какие-то моменты Связанные с ликвидацией института национальных школ Его преобразованием в федеральный институт родных языков И его сокращением и так далее Но буквально создан центр по языкам народов Якутии Увеличивается программа финансирования Государственной целевой программы поддержки официальных и государственных языков И мы настаиваем на том, чтобы сохранялось достаточное финансирование по языкам наших народов Есть у нас определенные достижения И это уже стало заметно Например, в проведении наших праздников В поддержке наших фольклорных коллективов Ну и хотя бы тот момент отразить, что на уровне республики На иссяхе Алан-Хо, который проводится в тех районах, где он проходит Где проживают коренные малочисленные народы Севера Культура народов Севера Их эпическое наследие становится составной частью проведения данных праздников И как показал опыт прошедших иссяхов Алан-Хо В Амиконском, Молданском, Алекминских районах Это действительно становится таким стимулом и толчком для дальнейшей работы Каждый из этих моментов вроде бы дает шанс Что мы можем преодолевать те сложности, которые есть Таким образом, в принципе, то, что мы собираемся обсуждать на съезде Оно с одной стороны актуально Но с другой стороны именно И вроде бы мы говорим, что это проблема для нас Но мы с другой стороны видим вопросы, как это преодолевать Ассоциация коренных малочисленных народов Севера – это зонтичная организация Мы, и, наверное, это было очень большим правильным шагом Что в свое время сделали толчок на то, чтобы этнические ассоциации развивались самостоятельно Чтобы самостоятельно развивались наши подразделения на улусном, районном и на слежном уровнях Мало того, изначально, вначале оленеводы, а потом общины пошли отдельно И тоже у них свое движение пошло Потом появились у нас общественные организации по разным принципам Например, аборигенка, северянка – это женские организации Сейчас появились организации, которые занимаются вопросом сохранения национальной одежды, традиционного шитья Есть молодежный совет, есть совет старейшин, есть группа молодых писателей, которые объединяются То есть по разным направлениям Даже когда есть претензии или к этнической ассоциации, или к большой ассоциации Мы видим, что все равно движение народов Севера, их работа продолжается И я просто приведу такую цифру Больше 300 общественных организаций коренных молодежиственных народов Севера Но большинство из них, конечно, это общины Наши кочевые родовые общины со статусом некоммерческих организаций Но в любом случае более этих 300 организаций привели к тому, что на сегодняшний момент это широкая такая Я могу даже сказать, как сравнить ее с рекой Она идет, она ширится, движется Многие общины не замыкаются только на вопросах именно традиционных отраслей Они также вопросами занимаются развитие культуры, реализуют свои проекты какие-то Активно участвуют в грантовой деятельности И хочешь не хочешь, вот это движение мы на сегодняшний момент наблюдаем Что ассоциация не узурпирует это движение, отдавая ему такой широкий путь Получил на самом деле очень хороший эффективный механизм функционирования Наша задача большой ассоциации в основном это представление интересов разных групп Разных организаций на государственном уровне, на уровне республики, на федеральном уровне И эта работа у нас достаточно хорошо осуществляется И вторая это законодательная, законотворческая деятельность То есть мы очень активно взаимодействуем с нашими депутатами И работая с ними мы достигаем тоже определенных результатов И здесь как раз очень важно, что как раз вот эти вот и общины, и организации Они выступают такой очень крепкой основой и экспертной И той, которая генерирует идеи, ставит вопросы, проблемы и пути их решения И это для нас является нашим достижением Когда у нас иногда спрашивают, в чем сила ассоциации коренных малочисленных народов в Север Почему она до сих пор остается на плаву, активно действующей Я говорю именно в силу того, что первое, с одной стороны, наши проблемы И те вопросы, которые, ради решения которых создавалась наша ассоциация Они продолжают оставаться актуальными на сегодняшний день А с другой стороны, наше движение, мы не узурпировали ассоциацию А наше движение стало шире, оно вовлечено на разных уровнях, с разных аспектов Целое движение коренных малочисленных народов Севера, которое подпирает ассоциацию Не позволяет ей успокоиться, не позволяет ей, грубо говоря, надо такое даже было Боязнь, что может быть слиться с властью и так далее Просто стать официальной, слишком формальной и так далее Не позволяет этому произойти И это позволяет именно нашей организации находить ответы на те вызовы, которые есть И это, я считаю, тоже очень большим подспорьем для жизнедеятельности, жизнестойкости нашей организации Съезд, исходя из тех задач, он у нас будет очень разноплановый Запланировано огромное количество мероприятий Я даже не смогу сейчас их все перечислить, но я остановлюсь на ряде моментов Я уже сказал, отметил, что у нас будет проходить, помимо съезда ассоциации Будет проходить параллельно съезд учителей родных языков И они будут акцентированы и обсуждать очень плотно вопросы сохранения языка И причем не только в образовательной системе, но и именно вот Как взаимодействовать с общественностью, с родителями, чтобы это на разных уровнях проходило Помимо этого у нас будет проходить семинар Федерального агентства по делам национальности Оно будет проходить 13-14 декабря И с одной стороны, первый день 13 декабря мы будем обсуждать вопросы Связанные с деятельностью наших общин С приведением в соответствие уставов наших общин В связи с последними изменениями в федеральном законодательстве Также мы будем обсуждать вопросы, связанные с учетом коренных малочисленных народов Севера А второй день у нас будет сфокусирован на обсуждении вопросов, связанных Наших вопросов, связанных с оленеводством, с охотопромыслами, с рыболовством Именно вот эти болевые точки, которые у нас возникли И которые мы будем именно на них фиксироваться А так как это семинар Федерального агентства по делам национальности Там будет принимать участие генеральная прокуратура Федеральные органы исполнительной власти Включая такие как Федеральное агентство по рыболовству, Министерство природных ресурсов И понятно, в нем примут участие наши республиканские органы власти То есть мы сможем на конкретных примерах обсуждать эти вопросы И возможно также находить какие-то ответы Помимо этого, конечно, будут внесены изменения в устав нашей ассоциации У нас так получилось, что пленарные, вот в связи с проведением разных этих мероприятий У нас пленарные заседания будут 12-го числа и 15-го числа Помимо этого будут проводиться еще ряд очень много сопутствующих мероприятий В основном культурной направленности Мы будем обсуждать вопросы, связанные с развитием нашей литературы С развитием детской книги Презентовать будем разные наши какие-то достижения Будет такой песенный конкурс «Эхо тундры тайги», который мы посмотрим Насколько на сегодняшний момент у нас продолжает развиваться культура в данном направлении Или не продолжает развиваться И это тоже станет вопросом для обсуждения Будет очень много моментов, которых нам предстоит обсуждать И то, что в рамках съезда мы проводим эти мероприятия на федеральном уровне В очередной раз станет толчком для того, чтобы у нас состоялся диалог с органами власти С органами власти и регионального уровня, и федерального уровня И я думаю, что это будет основой для того, чтобы все-таки те негативные тенденции, которые есть, мы преодолевали их Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok